Всем привет! Я тут на днях снял видео про приключения семьи Дибровых, да, что вот у них ряд заключений, я это разбирал с точки зрения астрологии и говорил, что заключения, они в общем-то должны продолжиться и дальше, и буквально на следующий день после выхода моего видео, в доме, как я понимаю, на Рублевке, у них отваливается балкон, и вот его супруга это все выложила. Я решил разобрать еще более детально всю эту историю, потому что она какая-то очень занимательная, и жена Диброва, она молодец, она делится всякими подробностями и, главное, датами. Вот, например, выяснилось, что 13 лет исполняется дому, где они сейчас живут прямо на днях, то есть прямо вот сейчас где-то день рождения этого дома, я решил посмотреть, на каких же транзитах отвалилось, и там двойной негативный транзит Марса, все прям такое классическое астрологическое история. Потом он сказал, что у старшего сына недавно открылась сильная аллергия, проблемы со здоровьем, решил посмотреть у старшего сына, и там выяснилось, что там Стеллиум находится в водолее, и более того, там еще Меркурий находится в таком переходном моменте в водолее, и сейчас Плутон как раз ходит, который перешел недавно в водолее, он как раз ходит по этим градусам, поэтому понятно, что там будет что-то такое этакое, потому что транзит Плутона в соединении бывает один раз в жизни, и то не у всех, вот, например, соединение Меркурия и Плутона, поэтому понятно. Но вообще там такие транзиты, что хоть парень очень-очень молодой, ему там, не знаю, лет 11-12, но ему пора сделать первые шаги какие-то в карьере, потому что у него такой эхо, ну, не эхо, а лихо закрученный транзит сейчас в гороскопе, и там реально что-то хорошо сделать для социального такой адаптации, развития. А еще они 1 мая улетают в Египет, как я понимаю, на отдых, и 1 мая, это там ретро Меркурий, полностью стационарный Плутон, это у нас еще и Вальпургевая ночь, и вот для людей, у которых так много приключений, ну, так себе дата для поездки в Египет. Но, ладно, мне стало интересно, какой же гороскоп вот у жены Диброва, я до этого мельком посмотрел, сейчас решил более детально разобрать. Ну, и там много всяких там интересных сочетаний, когда ты смотришь семейные гороскопы. Ну, например, когда у Диброва был так называемый микроинсульт, но по моей версии, скорее всего, последствия коронавирусной инфекции, у нее было возвращение Сатурна, то есть ей показали, что не все так просто, надо быть более самостоятельной и так далее. То есть всегда интересно смотреть, как внутри семейные или иные события выглядят у разных участников. Но главное, решил посмотреть ее транзит на ближайший год, и что я хочу сказать, Дибров держись, потому что в июле-августе будет невероятно жесткое сочетание в ее гороскопе, потому что у нее соединение, если не ошибаюсь, там Венера-Марс и Вольве, а это очень яркое, очень эмоциональное такое соединение, и туда же вот в это время зайдут те же самые Марс и Венера, и Лилита, и они начнут там переплетаться. Говоря простым языком, она вскроет своему мужу черепную коробку, и чайной ложечкой будет ему выедать мозг, поэтому, Дибров, просто беги, никакой пощады не будет, никого не слушай, просто беги. И я прям желаю тебе, чтобы у тебя был какой-то проект на июль-август, а можно и на сентябрь, чтобы тебя дома не было, понимаешь, как можно дальше, потому что, ну, там шансов мало. Ну, вот, легко пережить этот процесс. В общем, там у них очень все легко закручено, реально такие мощные сочетания, причем у разных участников одной и той же семьи, говорят о том, что, конечно, там в ближайшее время, ну, никак скучать не придется. Всем вам терпения и удачи, всем счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok